Привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня я хочу поговорить с вами о таких важных вещах, как мотивация и дисциплина. Ну, а точнее, разобрать, что же нужнее и что же двигает нами больше, мотивация или дисциплина. Большинство людей очень часто говорят о том, что у них не хватает мотивации для того, чтобы что-либо делать, для того, чтобы достигать каких-то успехов в бизнесе, в своей жизни. И мотивация, знаете, похожа на такие американские горки. То есть вот мы достаточно зависимы от своего настроения, и, как правило, мотивация у нас возникает тогда, когда у нас хорошее настроение, когда мы воодушевлены, когда нам кто-то о чем-то рассказал, когда мы увидели какой-то одушевляющий пример, какой-то интересный фильм, то есть что-то, что нас окрылило. И вот в этот момент мы полны мотивации, мы начинаем что-либо делать, и, как правило, мотивация очень быстро заканчивается. То есть мы сталкиваемся с первыми какими-то трудностями, понимаем, что это было достаточно ошибочно. Вот наше такое летящее состояние, может быть, кто-то нам помогает лишиться этого состояния. Очень часто такое происходит после тренингов, курсов каких-то, чего-либо такого сильно возряжающего и мотивирующего, и, собственно, мотивация уходит на нет. И мы снова находимся в поиске, в ожидании того, когда же мотивация нас укрылась. И, как правило, вот такие колебания, они происходят у кого-то чаще, у кого-то реже, но самое главное, они не дают нам возможности действовать, они не дают нам возможности постоянно двигаться. То есть это такие себе переливы и отливы. И по факту мы делаем три шага назад, два шага вперед, и все время остаемся на каком-то одном месте. Ругаем себя за это, недовольны собой, и ждем, и ищем, ну что же замотивирует нас снова. Я такое часто слышу на каких-то выступлениях, тренингах, я пришла замотивироваться, замотивироваться, замотивироваться. И по факту некоторые люди ходят годами и мотивируются, и, в общем-то, у них ничего значительного не происходит. То есть их изменения очень маленькие. В то же время есть такое понятие, как дисциплина. Что такое дисциплина? Дисциплина – это когда мы вводим свои привычки в регулярные действия. То есть когда мы приучаем себя к каким-либо вещам, которые мы делаем постоянно. И по факту дисциплина дает нам возможность гораздо больше, нежели мотивация. Потому что дисциплина – это то, что не зависит от настроения. Когда я встаю рано утром, мне нужно чистить зубы вне зависимости от того, какое у меня настроение сегодня плохое или хорошее. Когда мы, например, начинаем ходить на тренировки в зал, я это отлично знаю, потому что со мной такое было много раз. Какое-то время меня держит мотивация, мне нужно похудеть, или, как все время смеется мой тренер, если девушка качает пресс, то через 2 часа у нее самолет. Но как только такая мотивация проходит, и у нас нет встречи с одноклассниками или еще что-то, мы начинаем находить массу причин этого не делать. В то время, как дисциплина, когда мы приучаем себя к тому, что вне зависимости от времени года, вне зависимости вообще ни от чего, мы 3 раза в неделю, 5 раз в неделю ходим в зал в такое-то время, что очень важно в конкретное время, нам необходимо это делать, мы это просто делаем, и по факту получаем свое красивое тело, потому что мы привыкли заниматься, и наше тело привыкло быть в такой форме. Все, что касается бизнеса, по факту выглядит точно так же. Если вы перестанете думать о постоянной мотивации и поставите себе цель делать какие-то действия регулярно, впишите свой график, создадите его, то вы увидите, что ваши результаты станут гораздо выше, что вы перестанете зависеть от своего настроения или от чужого настроения, или от того, кто вам что-то сказал, или кто что-то сделал, вы поймете, что просто сейчас у вас есть ряд действий, которые вы вписали в свое ежедневное расписание, которые стали вашей привычкой, и по факту вам необходимо это делать, вне зависимости ни от каких других факторов. Мне нужно это делать. Представьте себе, что когда мы учились в школе, нам было бы не обязательно туда ходить. То есть, ну как бы захотели – пошли, захотели – не пошли. Вы можете прийти в любое удобное для вас время, выбрать предмет, который вам нравится или не нравится. Такого не было. Нас заставляли туда ходить, мы всегда знали, что если у нас не каникулы, то мы просыпаемся. Вот я знала, что я просыпаюсь без 15.7, вот прошло много лет, но я это помню. И в школе я должна быть в 8.10-8.15 для того, чтобы приготовиться к урокам, я заранее это делала, и в 8.30 сидеть за партой, уже, собственно, все успев сделать. Поэтому не приходилось выбирать. Мы точно знали, что у нас есть первый класс, второй, третий, там, десятый, одиннадцатый, и без этого никак. Итак, если вы осознаете эту мысль и перестанете ждать, что что-то вас замотивирует, а просто составите список действий, которые будете понимать, что вам необходимо выполнять, то вы увидите одну простую вещь, что через год ваш бизнес очень сильно изменится, и ваши показатели изменятся. Возможно, изменится ваше тело, и все то, куда эти привычки будут выработаны. Потому что мотивация, это, конечно, хорошо, но то, когда вы действуете регулярно и вводите то, что необходимо для вашего продвижения в постоянный процесс, дает результат гораздо больше. Надеюсь, что сегодняшняя моя мысль была вам приятна. Я выражаю себе благодарность за то, что выдержала бесчисленное количество людей, которые ходят вокруг меня и смотрят. Всем очень интересно. Впервые видят девушку на пляже с камерой. Но, в общем-то, я тоже молодец и могу это делать только потому, что делаю это регулярно, и у меня уже привычка говорить вне зависимости от того, что происходит вокруг меня. Так пусть на вас нападут деньги вне зависимости от того, что будет происходить, потому что будут знать, что такая у них привычка.